друзья всем доброго дня сейчас вы увидите интересное видео по крайней мере я надеюсь на это уж полезным оно точно наверное будет назвал я это видео убийца всех существующих покупных кнопок вот это такие кнопки которые применяются в мфт фистол столах на такой стол где расположены в ряд отверстия за через определенное расстояние ровное вот в эти отверстия уже вставляются эти кнопки упоры в свою очередь к этим упорам прилегает деталь вот выглядит эта кнопка вот таким образом это уже самодельная которую в будущем увидеть как газета изготовить ничем она не хуже производственных а даже по некоторым параметрам и лучше ну допустим такой параметр как прилегание к отверстию понимаете вот эту кнопку вы можете изготовить по факту и прямо даже на самом столе а те которые покупные мало ли там какой-то процесс сошел с боем да или еще что-то или даже кнопка может быть идеально сделано ну 100 что-то где-то какой-то небольшой скос и все отверстие уже или шире или чуть меньше и так далее вот есть конечно у меня до этого я пользовался вот примеру у меня четыре такие кнопки имеются выточены на закапанном станке из нержавейки это у меня точил хороший знакомый вот вытащил но тоже они болтаются слегка есть лютик довольно часто тоже применял до этого вот такие кнопочки обрезки из пвх труб и внешний диаметр 20 но не всегда он бывает 20 это надо опять же но то есть есть подводные камни нужно искать сбегать по магазинам с штангенциркулем и искать заданный диаметр трубы чтобы он прямо подходил в ваш стул вот поэтому тоже как говорится 50-50 да ну а эти кнопки изготовить очень просто себестоимость их мизерная так назовем ну а теперь давайте посмотрим еще они сделаны да и как и для того чтобы у вас получились такие прикольные кнопки или другие изделия внимание вам потребуется вот такое чудо химической промышленности под именем полиморфус первоначально поставляются они вот в таких гранулах в продаже свободен килограмм около трех тысяч рублей я этот кулек 100 граммовый заказал из китая за 260 для экспериментов своих вот что это такое если быть вкратце то это самозатвердевающий пластик который размягчается при температуре выше 65 градусов но не больше 200 иначе он потеряет свои физические ну и наверное химические свойства чтобы придать эластичность этому пластику достаточно обычной воды доводим ее до кипения засыпаем туда гранулы они слепаются в однородную массу достаем эту массу и начинаем лепить из нее пока она не застыла какую-нибудь вашу поделку слепили в сторону убрали высохла все изделие готово можно для скорости бросить в холодную воду еще один совет если вы задумали какую-то более сложное изделие где требуется куча окончания ответвлений можно воспользоваться техническим феном доработав эти участки поскольку этот пластик очень шустро схватывается поэтому феном тут наверно не обойтись и так изделие высохла полностью отвердела и им теперь можно смело пользоваться кидать пинать стучать по нему молотком гвоздем забивать не побоюсь этого слова ему полностью по барабану будет он не рассыпается не трескается не ломается в общем держит свою форму железно и это я вам скажу очень хорошее качество для этого пластика а второе ними не менее важное качество ну наверное даже может быть и в моем моей таблице стоит на первом месте это его многоразовость я не нашел такой информации сколько раз его можно топить и опять из него лепить ну наверное бесчисленное количество бесконечно вот и такое качество будет полезно у нас друзья мои столярки не знаю как в других отраслях но у нас уж точно я кое-какие соображения имею на этот план наверное сниму следующее видео что можно из него сделать кто догадался и у кого есть какие-то идеи пишите в комментариях вот кроме тех кнопок что я вам покажу сегодня единственный момент где сложно можно даже сказать вообще невозможно применить его это в таких изделиях где требуется тепловое воздействие иначе то изделие которое вы сделали она потеряет просто форму и будет непригодно во всех остальных случаях просто шикарно ну такой вот краткая краткий вот в дело в курс что это такое теперь приступаю к изготовлению трафарета в которой будем трамбовать наши кнопочки для этого можно воспользоваться деревяшкой я наверно воспользуюсь вот таким куском мдф а 4 обрезка готова сейчас их так вот вместе сложу и четырьмя шурупами по дереву вместе прикручу то есть клеить не будут просто прикручу и следующее действие надо фрезера точнее саму подошву надежно прикрепить вот к этой детали который будет фрезероваться или сделать так вот как я вместе со столом связать все вместе сейчас я установлю фрезу но тут наверное неважно какая в первое идет по очереди то по диаметру который заходит непосредственно в стол или большего диаметра который будет уже упираться столешницу я наверно поставлю большого диаметра она у меня на 25 все теперь приступаю к фрезеровке первого заходного отверстия теперь снимаю эту фрезу и ставлю которая идет поменьше диаметра хочу подчеркнуть что вот эта фреза она у меня использовалась для изготовления на столешнице всех отверстий то есть надо применять ту фрезу или ту то сверло которое вы будете изготавливать сами отверстия чтобы у вас не было вот этого дисбаланса потому что они по диаметру могут отличаться пускай даже в долях миллиметров но есть отличия и будут установил вторую фрезу меньшего диаметра и как видите она у меня выдвинута чуть пониже то есть хвостовик фрезы он не полностью заходит в цангу это сделал для того чтобы у кнопки увеличить рабочую площадь соприкосновения со столом вот получилась такая пресс-форма что ли или матрица для набивания этого пластика размягченного то есть как видите ступенчатая первое заглубление рабочая второе ограничивающая заход дальше в стол сейчас еще что нужно сделать нужно еще сделать сквозное отверстие внутри но это я на сверленом станке обычным сверлом для выхода воздуха и потом когда застынет пластик можно было оттуда изнутри вытолкнуть эту кнопочку но можно еще дополнительно покрыть маслицем вполне возможно я это сейчас и сделаю пальчиком там пройдусь обычным маслицем чтобы закрыть поры и вот что получилось вон сквозное отверстие диаметр где-то 5 миллиметров я уж повторюсь это для выхода воздушного пузыря когда буду набивать сюда пластик вот и проще выталкивать его воздем кнопку и промазал обычным растительным маслом закрыть поры да и уменьшить адгезию чтобы залипания не было пластика к мдф так ну все вода кипит сейчас ее выключу примерно половину всыплю этого пакета можно было конечно отчитать насыпать сюда гранул потом прибавить там плюс 20 процентов сделаю проще на глаз отключаю главное его он горячий еще после кипятка трогать поаккуратнее чтобы не обжечься можем первоначально в перчатках вообще этим делом заняться еще как руки привыкают видите какой немножко помнем и начинаем уже туда набивать назовем это эксперимент один так как я это делаю сейчас впервые работаю с таким пластиком да еще и запихал буквально немножко половину отсюда отсыпал вот еще столько осталось сейчас слепок сделаю работать приятно он первоначально когда достаем он еще горячий сейчас уже нормальный так ну что проверяем высохло видите была прозрачная полупрозрачная сейчас побелела помутнела так слепок от кисти полностью высох здесь тоже будем доставать вставляем сюда гвоздик и и начинаем выталкивать что-то не выталкивается не хочет она выталкиваться засранка сейчас попробую молоточек принести нифига не идет в общем пробую стамеской но тоже ноль видать там хорошо захватила она вот видите и так и сяк и гвоздь уже пихал забивал фактически шляпку немного сточил теперь будем прибегать к другому методу сейчас выкручу саморезы так вот это уже отлетело надо было поглубже сделать не хочет ну хоть крутится опа ну что ж с первого вида вроде отлично получилось никаких воздушных пузырей нету в смысле вкраплений отли ну вот смотрите первый блин я бы даже сказал далеко не комом смотри какая красивая получилась тут от гвоздя у меня прямо на отверстие ну ладно буксин давайте проверим шикарно просто шикарно вообще люфтов никаких входит шикарно входит ну что давайте сейчас вот эти уберу лишние и надлежащий вид приведем ну вот смотрите какая кнопочка получилась чудесная вот то что я срезал вот эти остатки они тоже в ход пойдут их разогреем и в общую массу слепим здесь можно снять фасочку под угол и чуть-чуть снизу шлифануть и чуть-чуть снизу шлифануть маленький момент ну наверно многим будет очень интересен и любопытен какова же получается себестоимость производства вот этой одной кнопки и 100 грамм пластика давайте первоначально я сниму размер то что у меня получилось так общая длина 40 миллиметров рабочая заходная 25 длина верхняя стопорная 17 миллиметров здесь диаметр 25 здесь 20 то есть заходная рабочая 25 миллиметров столешница у меня толщиной 20 где-то на 5 миллиметров снизу выходит кнопка можно сделать заподлицо то есть сократить добавление пластика это еще уменьшить его расход и дополнение но это даже улучшение которое тоже уменьшает расход пластика сделала здесь резьбу дополнительно вот в этой матрице мы вкручиваем шпильку пускай М8 будет промазываем ее собираем эту всю конструкцию затрамбовываем пластик потом выкручиваем шпильку разбираем полностью матрицу и у нас получается здесь резьба теперь давайте узнаем вес вот этой вот кнопочки 17 грамм это 100 грамм пластика делим на 17 получается около 6 штук 6 штук ну-ка сколько у нас по деньгам заплатил я примерно за 100 грамм 265 рублей ну округляем 270 делим на 6 45 рублей опять же давайте округлим 50 рублей 50 рублей ну я не знаю стоит ли мне вам говорить выгодно или нет это конечно выгодно 50 рублей друзья мои плюс добавляйте сюда универсальность можно эту кнопку из этого пластика сделать под любой ваш размер ваших отверстий неважно какие вы насверлите и они всегда будут заходить просто идеально понимаете ну добавить сюда эстетику купить краситель дополнительный будет у вас зеленого красного какого хотите по поводу остатка его лучше конечно сразу сформировать вот такую лепешку чтобы не потерять это тоже сплюсну 50 рублей по поводу трафарета вот этой матрицы ее как показала практика лучше делать разборную все таки залипание происходит по частям разбирать проще намного здесь не забываем смазывать ну вот так вот такое заключение все подписывайтесь пока